Я потом не вспомню, что он говорит. Да? Ну ладно, я не выключу. Я не пойму. Не говорит, что я не включаю. Я думаю, это катастроф. Погоди, что он был выключен уже, когда мы тут писали? Он же больше полчаса вырубается сам, но он вроде не щелкал. Мы сейчас лучше давай это... Ну пусть, ладно. Батарейка еще работает, так что пришел тогда. Но нам надо с тобой сладьбы сейчас перелопатить опять, как они будут идти, переставить местами. Вот. Изучают язык в данной группе второй год. Еще раз давай, как ты там начинаешь? Интертип, например. Так, хорошо. Что там у тебя в начале было? Как я начинала? Да. Данная работа была проведена в ответ на мой запрос до месяца назад. Я являюсь учителем английского языка, веду группы с детьми разных возрастов. И дальше ты вот этот следующий слайд, да? У тебя хороший, так? А потом ты рассказываешь, какой же запрос у меня был, да? Основные проблемы в группе. Вот я начинаю, да? Основные проблемы в группе. Ты их так, поведение, да? А что ты под этим занимаешь поведение? Ну, вообще, поведение, наверное, лучше заменить на дисциплину. Потому что поведение, какое-то непонятное поведение. Что такое поведение? Дисциплина. Дисциплина – это волевая логика, это волевая сенсорика дисциплина. А они что, у тебя ходили по этому? Да. Они могут встать, не задумываясь, не спрашиваясь. А сейчас это изменилось или нет? Ну, сейчас, кстати, ну, может быть, чуть меньше, но, да нет, наверное, они, в принципе, точно так же могут. В этом отношении так же могут встать. Но, может быть, это нормально? Ведь не это главное было все-таки. Ну, наверное, просто под дисциплиной вот это вот послушание какое-то, да? То есть, ну, вот что обычно понимается, да? То есть, им не слушались? Да, то есть, им приходилось делать замечания по многу раз на один и тот же, ну, промах. То есть, буквально я делаю замечания, порой, если я, например, обычные, вот так можно сказать, обычные методы преподавателя, успокоения… Смотри, просто здесь у тебя, в чем проблема вот того, что здесь написано, тут у тебя не явно, нет явно, что эмоциональные проблемы, тут нет у тебя этого. И что у тебя проблема с передачей информации по деловой логике. Вот так, как у тебя здесь обозначено, у тебя этого нет. Понимаешь? мы можем это оставить вот таким образом. Вот я… Ты можешь только сказать, что я вот сформулировал эту проблему вот так. Для составить запрос. А дальше уже… Давай, листай слайды дальше. Определить тимы, создать модель… Вот смотри, вот тут как задача, надо ее написать, что… сформулировать мой запрос, найти проблему… В чем проблема? Сформулировать мой запрос в языке соционики. Это… Это и было… Первое, да, там, например? Да. Сформулировать запрос в… Вот тут… Сформулировать запрос в… Значит, в терминах соционики. А потом уже дальше… Ну, что-то мне кажется, это какая-то тоже глупость. Что такое, зачем сформулировать запрос, нет? А для чего это? Вот понимаешь, вот когда ты этот вопрос задаешь, все, хочется просто вообще вот упасть и сказать, блин, Чем… Зачем я… Зачем мы учим соционику? Да мы учим для того, чтобы не общечеловеческим языком называть понятия, а называть термин соционики. Затем мы аспекты и учим, что, когда мы это сделали, мы легко и манипулируем этим. Понимаешь? А когда у нас слова, то ничего не понятно. Хорошо. Слова заменить на значки. Угу. Вот там у тебя написано, вот с тем, что у тебя вверху написано, никак невозможно работать. Ясно? И, ну как бы, на основании этого мы никак не сможем не переместить их. Мы даже не понимаем, ну вот, понимаешь, что же там происходит. Ты можешь… И, как бы, надо сказать, что я как бы двояко выступала, как просто преподаватель и описывала вот в тех терминах и понятиях, которые приняты в общеобразовательной школе. Вот. Вот. Эту фразу, что ты… И второе… И второе… Я, значит, старался… Я эти понятия… Ну, не эти понятия, а я пользовалась языком соционики. И… И в результате проведения самого исследования стало понятно, насколько… Соответствует явлениям дезексационики… На основании которого можно… Это уже куда? Это уже в конец, получается? Ну, ты пока просто фразу скажи, имей ее в голове, эту мысль, понимаешь? А потом частички ее, она у тебя, ну, как бы, не целиком вся мысль, но она у тебя прозвучит там, 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 и в итоге будет понятно, понимаешь? Когда ты с этой точки зрения смотришь на проблему, то и другим становится понятным даже по твоим контекстным каким-то фразам. Ну, понятно. Так, понятно. В общем, добавляем этот… Значит, первое, что тебе надо сформулировать цели в… Сам твой запрос сформулировать ясно. Точно. Затем уже определить информационные… Вот, ты знаешь, по всяким таким пунктикам… Поделить им всех участников группы, это нет… Определить информационные составляющие группы… Да. Вот мы так общим напишем. Определить информационные составляющие группы. И мы их там перечислим. Тим участников, отношения… Чтоб оно было, как бы, таким… Потому что оно не основное. Составить запрос… Определить информационные составляющие группы… В языке соники… То есть это тим… Отношения… Вот. И выделить благоприятные и неблагоприятные… Выделить благоприятные и неблагоприятные… С точки зрения… С точки зрения запроса. Понимаешь? Именно тут ключевое. Не просто, как они там благоприятные, а с точки зрения запроса. Третье, значит… Использовать… 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 Использовать способ… Использовать способ… Перемещения… Значит… Перемещения в пространстве, да. Я могу сказать. Определить их… Определить позиционирование взаимоотношений. Даже, как бы сказать… Определить распределение информации в группе. Определить распространение информации в группе в зависимости от позиции участников, за столом участников в кабинете, в зависимости от позиционирования участников в кабинете. Третье, следующее, ключевое – использовать возможности изменения отношений путем изменения отношений. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...